всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале сегодня прежде чем мы начнем расклад так я микрофон здесь не закрываю случайно я хочу сделать небольшую болталку небольшую подводку к нашему раскладу а именно даже не столь раскладу ссоре дать кое-какую дополнительную информацию я очень часто говорю те кто со мной давно что на моем канале мы слушаем информацию именно состояниями да то есть мы не обращаем внимание на слова мы воспринимаем информацию которой я даю иррационально это очень важно постараюсь объяснить почему и причина вот это вот сегодняшней подводки до сегодняшней болталки заключается в том что по моему прошлому раскладу что ли моя новая подписчица сказала что и лень то что вы говорите это совпадает но информацию как вы доносите она сложная вот это наверное впервые человек который мне сказал в таком формате да то есть вы сложно разговариваете сложно да от слова с ложью то есть нету искренности да то есть нету чего-то настоящего да то есть есть некая такая фейковость то есть в тех вещах которые иллюзорные не настоящие они считаются сложными вот это такое наверное впервые было и мне захотелось дать косвенно ответ на этот комментарий да но напрямую дать вам некую такую информацию дело в том что я очень заморачиваюсь по поводу того как бы вам доносить информацию причина заключается в том что то что изучаю я те знания те понятия которые я получаю соприкасаясь с очень такими философскими и глубокими книгами их воспринимаем мы ну лично я воспринимаю на уровне и рационализма то есть на уровне состоянии когда нужно выйти за привычную свою форму суждения потому что понятия которые например мы привыкли говорить как абсолют как единство их разумом сложно понять да вот эти вот абстракции а когда я начинаю делать расклад я сталкиваюсь с очень многими такими состояниями и мне приходится вот эти состояния приводить в некую такую словесную форму которой так или иначе искажаете состояние которое я получаю при считке таро почему потому что они придают некую форму любая форма это ограничение словесная форма это ограничение на состоянии и вот я значит заморочилась по этому поводу почему потому что я вспоминаю есть такая характерная черта я люблю ставить всегда себя на место другого человека чтобы понять как он ощущает себя да то есть тот момент когда пишет допустим этот комментарий человек и гортиле не я вас не понимаю да то есть как он себя может ощущать для чего мне это нужно для того чтобы выстроить правильно коммуникацию до того чтобы доносить информацию простым понятным доступным языком при условии того что информация она не совсем не то чтобы она легкая а она идет некими такими знаете вспышками и состояниями и вот в эти доли секунды особенно когда у меня появляются картинки да и я считываю не старо а с поля уловить эту картинку вычленить оттуда суть непосредственно что эта картинка хочет мне сказать и она у меня вот буквально 15 секунд даже может быть еще и меньше идет это для меня одновременно да я же вещаю вам то есть мне нужно сделать очень много процессов и когда я прочитала о том что информацию я доношу достаточно сложно я вспомнила себя некоторое время назад не помню сколько это по времени лет когда у меня было такое состояние когда я что-то изучала по моим то было в коучинге и мне было непонятно то есть информация она была для меня абсолютно новая я ее хотела понять умом раз своим рационализмом а у меня это не получалось почему потому что у меня такого опыта не было и конечно же я в комментарии могла бы сказать что да вы меня не понимаете просто потому что мы находимся на разных уровнях я на одного на другом и как говорится слепой глухого не понимает но это было бы во первых не про меня то есть я не такой человек а с другой стороны в суть заключается в том чтобы я умела доносить до вас информацию то есть это некий такой вызов для меня и вот я села и заморочилась на самом деле как же сделать так то есть объяснить как возможно нам всем и мне в том числе изучать информацию да то есть вообще как происходит этот процесс потому что когда мы понимаем ну лично я когда я понимаю процесс как он устроен мне легче его воспринимать да то есть я понимаю где у меня есть пробелы не вот и я их пополняю один из вариантов почему я всегда говорю что мои расклады не надо слушать умом не надо слушать словами а нужно воспринимать эту информацию да почему потому что кроме того что я говорю словами многие из вас и в комментариях это пишет да что вот прям расклад он как будто бы терапевтические почему потому что я передаю энергию не и аэ энергию то есть вы это чувствуете на уровне состоянии да именно это было в какой-то момент когда я пробовала записывать только руки многие за сказали нет или не нам важно вас видеть почему потому что вы все-таки ощущается те посылы да тот импульс ту энергию которые я вам передаю то есть это вот то те 80 процентов которые не вербально передаются вами поэтому очень важно когда особенно мы делаем какой-то такой вот психологический философский какой-то расклад а очень глубоких вещах важно чувствовать почему потому что мы привыкли воспринимать информацию рационально своим умом от задача нашего ума все классифицировать и все оценивать это понятно это непонятно это хорошо это я знаю это я не знаю это пойдет на эту полочку это пойдет на эту полочку и когда мы получаем некую информацию которую невозможно понять нашим рациональным умом это из категории абстракции да что такое абсолют вот пойди и объясни да то есть есть вещи которые сложно либо нереально объяснить на том уровне до на котором работает наш мозг и поэтому мы прибегаем к видоизмененном состоянием для того чтобы это понять в данном случае это допустим медитации до в медитации почему потому что мы можем это ощутить и иногда бывает так общаешься разговаривая с человеком и особенно у меня такое на консультации бывает когда я спрашиваю понимаете чем я говорю мне клиенты обычно говорят ты знаешь элени вот умом ну как-то вот надо переспать с этой информацией но внутри себя я четко знаю да вот это вот ясно знания на то есть энергия и и пришла да то есть я ее чувство ощущаю внутри себя она уже обретает какую-то форму внутри меня я четко знаю что я понимаю именно суть но если я попрошу клиента перескажи пожалуйста что я сказала сейчас да ему будет сложно почему потому что это другой уровень восприятия поэтому я и говорю в моих раскладах желательно чтобы вы воспринимали через ощущение да что откликается что не откликается с состояниями это информация она зайдет внутри вас да даже если вы умом не понимаете даже если вы от чего-то отказываетесь и в нужное время она раскроется распакуется и поэтому акцент лучше сделать на состояние на то что вы ощущаете во время расклада вот но я про это уже много раз говорила вы это знали теперь мне нужно ту же самую информацию донести другим языком чтобы те знаете вот иногда мы говорим о какие-то вещи и мы их воспринимаем автоматом вот одно и то же говоришь 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 и человек уже не задумается и воспринимает автоматом его чтобы донести до чтобы уловить все-таки суть надо сказать то же самое другими словами чтобы отключить вот этот вот автоматизм чтобы человек понял о чем мы говорим и вот в в инстаграме я уже выкладывал до мое новое приобретение то что я читаю готовя курс по древосферот книга называется мистическая каббала практическая магия каббалы автор дион форчу и здесь в принципе да то есть то что свойственно мне это умение соединять разные вещи то есть я могу читать книгу об одном допустим как в данном случае да но она дает мне какую-то пищу для размышления я ее созерцаю и она потом может отнестись к чему-то другому то есть не обязательно это может быть любая литература любая информация у меня все знаете вот как в матрице как в сетке да вот я что-то читаю одного губ у меня сразу показывает связи которые на первый взгляд могут быть но не сочетаем это вот свойство моего ума и вот здесь вот сегодня читая эту книжку я нашла два предложения которые буквально я вам зачитаю значит а первое говорит о том что разум а почему мы это относится знаете к чему к тому вот как раз я комментарию что человек сказал информацию сложно вы доносите да то есть мы привыкли говорить что мы все находимся на разных этапах своего развития поэтому информацию не воспринимаем но это как-то сухо слышно да слышится и если у нас не проработана эго это может нас цеплять и нам это может быть неприятно я скажу ту же самую информацию другими словами и другими словами она звучит следующим образом когда разум не располагает образами для представления ну то есть просто это означает что он не созрел что это значит это значит когда мы не можем понять какую-то информацию не созрел это значит у человека недостаточно а образов которые он в мало в голове своей либо каких-то сигналов дат символов которую мог бы создать в своей голове для того чтобы воспринимать данную информацию обычно мы это говорят них у тебя нету такого опыта да простыми словами мы говорим поэтому ты это не понимаешь но в голове как это переводится да на язык нашего наша работа нашего мозга то есть нам не хватает каких-то образов да либо мы говорим на не хватает слов чтобы описать почему потому что это что-то новое и далее когда мы говорим о том что я по-моему прошлого расклада говорила о том что практика она очень важна той знания сами по себе они не имеют ну никакой ценности если мы их не нигде не применяем и вот здесь продолжение книги написано как работает до функции нашего мозга то есть образы опускаются мы слышим информацию эта информация у нас воспринимается образно и да образное мышление в виде картинок мы начинаем рисовать себе какие-то образы эти образы они опускаются в наше подсознание и параллельно подпитываются возникающими в составе в сознании идеями то есть мы видим эти образы они когда картинку мы увидели да образ этот он у нас параллельно он вызвал какие-то эмоции параллельно он соединяется на эти эмоции у нас появляются в голове в нашем сознании идеи разные мысли может быть убеждения на то есть они подкрепляются и когда у нас получается союз соединение образов и мысли они соединяются то есть образы подпитываются этими мыслями и они у нас уходят в наше подсознание и там они созревают но прежде чем они пойдут в наше подсознание мы должны это укрепить каким-то опытом да то есть подпитать какими-то действиями значит мы получили информацию смотрим расклад да у нас появляются какие-то картинки в момент когда мы видим эти картинки мы начинаем что-то чувствовать да как реакцию в этот момент вместе с эмоциям у нас появляются какие-то идеи а я понял да то есть какой-то символ этот символ у нас чем-то ассоциируется нас появляется с начинает всплывать идеи это все соединяется и у нас получаются некие знания эти знания сами в себе они бессмысленные они не несут никакой ценности дальше когда мы это послушали что мы говорим записали многие из вас записывает конспектирует что потом мы делаем начинаем применять это на практике допустим если как мы узнали информацию о том как нам нужно коммуницировать другими людьми на у нас возникает какая-то ситуация в жизни мы из нашего этого подсознания вытаскиваем оттуда вот эти вот образы с этими мыслями да ага там вот это вот это вот говорилось мы давай-ка я теперь это попробую и вы начинает то есть подкрепляйте к неким некими действиями у вас получается опыт и только когда этот опыт уже случается то есть вы подкрепили и понял а теперь я понимаю да вот именно в процессе действий вы понимаете что о чем суть была до о чем там говорила элене пока вы это на практике не сделайте у вас нету понимания у вас есть знание но знание не равно понимание и вот когда появляется понимание тогда у вас при в следующем разе когда вы будете прослушивать расклад либо сталкиваетесь с информацией что поискают внутри вас у вас вот эти вот понимания они снова всплывают и получается что одно накладывается потом на другое и тем самым мы говорим да у нас расширяется наше осознание то есть мы уже новые образы которые у нас были и мы получили вот все это переработали подкрепили неким опытом теперь у нас есть понимание что такое например единство когда мы его слышали мы не знали но у нас был какой-то символ на этот символ на то есть допустим руки рукопожатие до символ такой у нас он пошел на наша к нашему бессознательному по дороге зацепил какие-то мысли до а единение единение лет когда соединяются два человека потом значит у нас это подкрепляется практикой каким образом субботник либо уборка до два человека начинает подметать один копает цветы сажает и у вас в опыта мысли всплыла вот эти вот образы сплыли и вы произошла вот эта вот ассоциация до наложилось на какие-то конкретные действия и вы поняли что вот что имеется ввиду когда мы говорим слово единение это когда я рядом с другим человеком мы вместе во имя чего-то одного до чтобы допустим в дворе было чистое цветочки цвели и так далее так далее и вот у вас теперь получилось понимание без практики вот эти вот знания эти образы идеи они были бы бессмысленны они только занимают какое-то место но стоит вам только подкрепить у вас уже получилось понимание все у вас закрепился теперь образ что значит единение и так далее теперь смотрите что интересное происходит когда очень много вот этих вот пониманий в вашей голове что делаю я своих раскладах и вот в своих описаниях я вас забрасываю внутри зернышко когда она только попадает да как ключик ключик в данном случае у нас является таро таро а мы говорим это ключик нашему к нашему бессознательному каждая карта каждый аркан это отдельный ключ отдельный символ ключ до равной символ когда мы смотрим мы сначала него не понимаем но когда вот этих вот понимание в нашей жизни становится много накладывается одно на другое когда у нас бывает 100 обезьянок приходит 101 и тогда у нас складывается полный пазл и происходит inside почему потому что сама по себе 101 обезьяна она лишь обезьяна если бы не было 100 предыдущих а когда вы одну информацию накладывали на другую через понимание работали работали то есть тогда вот расширяется разрастается эти знания приходит 101 и вот последний пазл сложился то есть я вас сею некие семена постоянно говорю ощущаете то что я говорю через состояние проживать а то есть когда вы чувствуете это и есть то практика который я говорю да то есть вы отслеживаете реакцию своем теле что вам нравится что вам не нравится и а таким образом получается в раскладе вы слышите я говорю стараюсь говорить аллегориями метафорами то есть образами эти образы вы слышите когда вы продолжаете работать вместе со мной с раскладом у вас рождаются воспоминания до касательно тех образов которые я вам рисую внутри вас вы начинаете работать реагируете мне это нравится мне это не нравится то есть уже появляется некая практика и это все у вас скапливается на бессознательном когда вы в процессе там последующие дни сталкиваетесь какой-то ситуации вот это все всплывает и у вас тогда становится понимает и вот это и есть называется до распаковка информации то есть внутри меня эта информация раскрылась и наконец-таки я ее понял и когда много таких вот раскрыть и да на протяжении многие из вас со мной самого начала моего канала да то как раз таки мы видим как человек постепенно меняется почему потому что вот именно сталкивается да вот с множеством от этих вот 100 обезьянок и ступерное о теперь у меня и в сайт у не стоит случается не случается не случайно только потому что вы очень много работали над собой и вот сегодня это вступление оно завершилось я я надеюсь я вам объяснила почему то есть двумя зайцами да с одной стороны рассказала как работает нашу а с другой стороны я рассказала почему важно в очередной раз чувствовать проживать расклад именно принимать все посылы энергии которые я даю ему постепенно постепенно с вами переходим к самому раскладу вот так будет выглядеть у нас позиции голубой красный зеленый 1 2 3 а расклад мне предложила попросила скорее всего а елена кулева да надеюсь фамилию правильно если нет елена извиняюсь и расклад почему вот эта вот вся подводка к тому что елена сказала о том что я очень много работаю над собой да но в конечном итоге я чувствую что что-то меня держит тормозить не дает двигаться дальше могли бы вы или не посмотреть в общем раскладе да что это может быть поэтому расклад называется не могу идти вперед по причине что-то меня сдерживает или тормозит но не просто тогда а я уже что-то на чем-то работал то есть в принципе то что я только что вам рассказала в подводке на вот такая вот большая боже 20 минут вот такая подводка но я надеюсь она вам будет полезна в очередной раз чтобы вы обратили внимание именно на свои состояния опять-таки это говорит о том что почему обращается именно на свои состояния потому что восприятие информация навсегда субъективно как бы я вам не рассказывал вы все равно и и будете воспринимать исходя из своих образов исходя из своих убеждений и мысли то есть исходя из своего собственного опыта и поэтому очень важно чтобы вы проживали в момент расклада информацию не слышали ее дословно то есть моя задача вывести вас из рамок вывести вас из привычного из нормального состояния во время расклада то чего я добиваюсь чем я говорю не слушайте слова я добиваюсь того чтобы вы вышли из своего рационального состояния и вошли в иррациональное состояние потому что только там вот эти ключи в виде таро виде арканов они смогут у вас раскрыться но есть ту информацию которую я буду говорить если вы ее воспринимаете обычным форматом то еще плюс ко всему параллельно готовить или вы убираете то толку никакого нет если вы хотите работать над собой то что я постоянно говорю на то вам нужно выйти из своего привычного состояния условно говоря схожего может быть с медитативным состоянием но любое состояние в котором вам не привычно может быть некомфортно да я не знаю что эти хотя бы на одной ноге когда вам некомфортно и слушать делать то не на автомате вот чего я добиваюсь чтобы вы не слушали на автомате а я услышала да это про это да я это дело нет это не про это поэтому я говорю чувствуйте чувствование это и есть тот формат который я добиваюсь потому что в не иррациональным наоборот состояние где мы отключаем наш разум нам не надо понимать ту информацию которую я говорю головой вы ее так или иначе впитываете в себя если вы впитываете как краски на уровне нашего бессознательного это вообще будет прекрасно и суперские почему потому что тогда вы ответы будете находить через себя на то есть у вас будет расширяться ваше сознание вы иначе будете смотреть на мир то есть проще говоря я вам показываю способ восприятия информации это когда обычно знаете говорят вот поразмышляй над этим выражением да и чек сидит у меня ну чё я могу подумать а кто-то говорит а ты помедитируй да вот втором обычно горе помедитируй то есть что это значит мы входим смотрим на аркан мы сходим видоизмененное состояние и тогда вот это вот вся символика которая изображена на таро тогда мы уже не видим дословно что это солнце на уровне логики а мы видим на уровне состоянии мы начинаем воспринимать ощущать тепло у нас появляется состояние радости вот о какой информации я говорю вот каким образом я хочу чтобы вы воспринимали потому что если действительно есть какие-то проблемы и они вас сцепляют в процессе расклада то тем самым у вас происходит уже некая терапия при прослушивании раскладов высказа прям я очень хотела чтобы вы ну донести до вас эту информацию да если смогла классно если не смогла буду стараться значит я еще не доросла до того уровня чтобы передавать правильную информацию хорошо убираю эти позиции наверное вы уже выбрали и мы с вами приступим позиции номер один голубенький камешек не могу идти вперед что меня сдерживает либо тормозит таро темного света и таро театр кукол потом возьму если что почему не можете идти до при условии что вы уже работали много над собой все проработали но все равно что то сдерживает вот в этом вашем состоянии что сдерживает почему не можете идти ну потому что во первых вы не видите новых возможностей вы не видите новых шансов причина заключается как раз таки в некой такой борьбе до сопротивление то есть продолжая то что я говорила ранее что здесь получается происходит какие-то знаете ситуации до в которых есть это новое да есть новый импульс есть новые предпосылки есть новая возможность но вы ее поскольку она новая она идет в разрез тому что вы о себе допустим либо ситуации думаете предполагаете и вы начинаете этому сопротивляться почему потому что вам нужно что-то будет в себе изменить если вы этот шанс примите о каком шансе здесь идет речь здесь идет именно о выявлении страхов то есть вы начинаете совершаете шаг в новое да и вы понимаете что вы сталкиваетесь чем-то чего вы не знаете это как естественная реакция внутри вас да какая страх некой такой опасности до любая новизна это опасно а у вас начинает пробуждать эти страхи либо один какой-то страх очень достаточно глубокий вы понимаете что вам нужно будет что пакета в новое полу не перейти некий такой рубеж да что-то внутри себя нужно перешагнуть чтобы пойти к свету до чтобы пойти вот к этому новому а вы это этот рубеж перейти не можете и что вы делаете вы сопротивляетесь то есть с одной стороны вы и с другой стороны новое да и у вас появляется борьба кто сильнее кто отстоит новое либо старое то есть вы начинаете сопротивляться начинаете бунтовать почему потому что здесь вы начинаете себя сразу критиковать почему а правильно ли я сделала выбор а нужно ли мне идти туда то есть здесь получается то что вас сдерживает да либо тормозит это ваши страхи и они запускают мыслительный процесс на который включает как раз таки вот этот выбор а если я пойду в это новое если я пойду в эти возможности получу ли я то что я хочу будет ли у меня дайте вот какие-то гарантии получу ли я эти гарантии и вам важно будет внутри себя определиться то есть вы начинаете вести внутри себя эту беседу этот диалог этот диалог он достаточно болезненный почему потому что он включает в себя некую такую тревожность некие такие переживания иногда вы даже себя накручиваете да ну почему потому что вы ведете диалог внутри своей головы в принципе ум ты он и порождает да вот эти наши внутренние страхи то есть одно здесь порождает другое почему вам так страшно вот карта как раз таки шестерка мечей говорящий о том что вам страшно пойти в это новое почему вы боитесь так этого нового а потому что вам вот в этом вся в принципе и причина вам сложно выйти из своего привычного устоя то есть своей жизни своего привычного образа жизни вам сложно определиться с с дальнейшим путем быть да почему потому что вы понимаете что если вы пойдете в новое у вас уже не будет возврата да то есть вам еще расскажу нужно будет перейти какую-то грань это . невозврата и и вы понимаете что весь дальнейший ваш путь да он как раз таки и основывается на этом выборе вы возможно головой себе говорите что да я хочу пойти в это новое я хочу совершить этот выбор но какая-то другая часть вас понимает что придется измениться а перемен то этих она и не хочет понимаете почему потому что мне комфортнее так как есть у меня есть свой устой да я привыкла вот так я здесь идет борьба вашего эго который не хочет меняться ему это не комфортно потому что надо изменять свои привычки что здесь вы не хотите в себе изменить да что еще воздерживает вот карта фиксации выпало да ну то есть привычка до фиксация то за что вы здесь держитесь то к чему вы привыкли за что вы здесь держитесь да за что вы фиксируетесь здесь знаете как вы держитесь за какие-то свои эмоции которые зарождаются возможно вас пугают эти эмоции что это за эмоция здесь плеска эмоции здесь то во что вы верите да то есть здесь очень такие глубокие убеждения у вас непосредственно связанные с тем во что вы верите то здесь получается если вам двигаться дальше то это не просто какая-то вот то что-то новое да там поменяла красное платье на желтое нет здесь возможно вам нужно будет изменить свое мировоззрение то и знаете здесь получается так что идет расшатывание каких-то ваших убеждений то есть они будут подвергаться сомнению а если вы их измените либо они будут подвергаться сомнению то на что я тогда буду опираться здесь получается так что вас почва из-под ног уходит потому что вы вам не на что будет опереться да то есть вы как будто бы теряете опору до под ногами то есть все заключается в том что у вас по отшельнику да есть определенный опыт у вас есть вы уже сложившийся характер у вас есть уже сложившаяся такая знаете вот вы несколько несколько колонн на которых вот держится все ваше строение и здесь вам предполагается каждый раз когда пойти в новое убрать эти колонны не просто их как-то что-то новое построить а полностью разрушить эти колонны и заново выстроить какую-то другую конструкцию которой возможно не будет опираться на колонны и это вас пугает почему потому что раньше вы так не делали раньше вам этого делать не нужно было и и вы не знаете а если я это все разрушу а кто мне дает гарантию что потом смогу выстроить как-то заново да и это будет так же успешно как предыдущие понимаете то есть здесь вот какую-то действительно основа опора вам до карта обновления нам нужно вам здесь предлагается полностью обновиться не анк не обнулиться а обновиться заново все построить но вашу да здесь игра ума он вам не дает а он играет с вами в разные интеллектуальные ловушки то есть он вам подпрасывает вот тогда ты это сделал тебя это не получилось либо гарантий никаких нет а вдруг это будет да а вдруг кто будет и вот это вот у вас включает ваши страхи хорошо давайте вот мы еще посмотрим вот на метафорических картах почему на что вас еще здесь сдерживает почему вы не можете но хотя в принципе мы уже сказали да что здесь просто страхи потому что перемены необратимы вот само слово вот это вот необратимая она пугает потому что вдруг вот это вот новое что будет она мне не понравится да то есть здесь вот нет абсолютно доверия сложно идти почему потому что опять таки скажусь устоявшаяся личность до которая знает как правильно как нужно что хорошо что нет это идет отсылка к вашему уму и нету гибкости нету какой-то вот лояльности нету адаптации это вам сложно идти в новое сложно идти в какие-то перемены знаете какие-то ваши ценности которые уже есть вот они сдерживают потому что видимо то куда вам нужно пойти это новые ценности это новые убеждения и они вам по каким-то причинам неприемлемо здесь ощущение того что вам нужна какая-то легкой знаете как будто бы вот все бросил и пошел начать заново да как будто бы образно с нуля и вот возникает вот это сопротивление как я это все он нарабатывала столько лет я это вот и вы начинаете держаться да то есть то чего вы достигли то что вы наработали то во что вы вложились вы за это цепляетесь но это она уже отжила она было дано вам для того чтобы вы лучше поняли себя чтобы вы лучше узнали себя и туда куда в новое вам предлагается идти по сути у имея навыки построения в прошлом то есть навыки то вы с собой забираете вы заново сможете построить и имея уже опыт вы построите намного лучше а не то что у вас было ранее что еще вас тормозит ну вот нету вот этого вот знаете кто-то может сказать сейчас что уже возраст а я такой часто читаю в комментариях вот здесь вот на карте седовласая женщина на уже возраст уже я не могу летать уже крылья обрезанной да уже кто-то мне там что-то обрезал уже мне здесь вот эти вот убеждения может помогут всплывать да мне уже сто лет в обе что я буду это начинать сейчас нет я не хочу допустим я не хочу меняться потому что меня в принципе все устраивает внешне да я буду соглашаться что нужно меняться но вот у меня уже столько устаканившуюся все уже все известно все понятно что я не хочу просто не хочу но при этом ваша душа требует понимаете душа требует свободы душа хочет чего-то нового она уже устала от этих рамок и ограничений они вас уже тяжелят на вы уже устали от того что на вас за вами все наблюдает за вами все смотрят вас все осуждают может знаете такое желание жить своей жизнью вот какую-то свободу какой-то легкости как будто бы знаете здесь не закрыться от всех а наоборот выпаркнуть да и с какой-то вот этой вот клеткой и жить уже ради себя но вы здесь вот ощущение что либо вас общество до социум люди которые вас окружают вот они как будто бы влияют на вас они вами управляет ваше окружение она не дает и вам двинуться с мертвой точки да то есть нету поддержки сто процентов но его в какой-то степени если быть максимально честной собой выгодно когда ну то есть вы как будто бы вы не меняетесь у вас есть отговорки о том что ну я не могу да у меня там семья меня там еще что-то держит да у меня какие-то обязанности ну то есть это вот отмазки да как мы говорим и они выгодны то есть вы ими закрываетесь от того чтобы и не меняться вот такая вот была первая позиция хорошо я слышу да кто-то говорит и что же мне делать да как мне быть ну для начала здесь нужно во первых захотеть этих перемен там вот десятка мечей говорящая о том что вот эти десять мечей это те самые очень серьезные очень давние и очень такие весомые убеждения привычки которые у вас есть которые держат вас вот в этом старым и а вам от этого уже так плохо что они вас уже закололи то есть вы уже находитесь на самом нету есть уже нету сил и мощи с чем-то бороться то есть эти убеждения они в вашей голове вы сами себя закололи этими десятью мечами и как как вариант да сразу решение вытаскиваете эти мечи расшатывайте эти убеждения подставлять их под сомнение действительно ли это так а вот в то во что я верю это действительно это так откуда у меня вообще эта вера появилась до над чем она подкреплена может быть это просто слова каких-то авторитетных для вас людей на а по факту ну вы понимаете что уже за истечением времени это уже не актуально да то есть времена уже изменились здесь нужно со своей головой еще работать до вам нужно жить и условно говоря в свое удовольствие понимаете да и закрутить колесо фортуны вам нужно понять что колесо фортуны вот это в той цикличности которой вы находитесь достаточно давно в ней уже нет удовольствия да то есть там уже пользы от того ну вот как вы живете уже никакой нет и вам нужно взять бразды правления в свои руки это значит что вам нужно решить не опираясь на общество знаете решить куда вам дальше идти иногда у нас есть такое ощущение да что как будто бы это чисто субъективное восприятие как будто бы люди не хотят чтоб я пошла в какие-то перемены и как только у вас действительно вы разрешаете себя и как только у вас эти перемены начинают происходить и как только вы только начинаете получать удовольствие да и если вы спросите у людей на которых допустим ранее вы как-то опирались и вам казалось что они не хотят то вы возможно будете шокированы что а людям как-то и фиолетово было будете ли вы счастливы или нет ну а то есть это показатель того что вот мир воспринимаем субъективно и мы субъективно воспринимаем людей на основе их поступков то есть мы не знаем что у них творится в голове потому что мы со своей-то головой разобраться не можем и иногда нам кажется что меня будет осуждать то-то либо мне вот потом что-то скажет другой человек а по факту получается что когда вы просто вы решились вы решили внутри себя не готовность есть а решились и сделали это и потом вы спросите мнение того человека который для вас было актуально и вы как-то боялись вам человек скажет все наоборот я наоборот хочу чтобы тебя все было хорошо и тогда вы будете действительно шокированы почему потому что очень много времени много лет тратили на ту вот эту вот иллюзию своей голове что как будто бы не я должна соответствовать чему-то на что человек хотел бы да допустим там мой муж или еще кто-то мои дети чтобы я соответствовал по факту и вообще было фиолетовый это я сама себе все на придумывала на вот здесь вот про это да здесь карты говорят о разочарование какой-то утрате да то есть у вас могут возникнуть такие ощущения что вот я теряю теряю время во что я вкладывалась и и но вам не нужно на это опираться да то есть вот на прошлое вам нужно непосредственно пойти в новое свои вот эти вот мечты идеи разрушать иллюзии которые у вас есть и стать победителем внутри себя на не над кем-то не на ситуации а над вашим умом разрушая по башне разрушая привычки со шаблоны все вот это вот устаревшие и все это устоявши в вашем случае все карты говорят о том что единственное что вы держит это только ваша голова то есть а действительно ли у вас трансформация завершена вы проработали да здесь упадает туз жезлов говорящий и высший суд то есть вам уже и свыше говорят у вас уже и импульс и начала есть на все но то есть вы уже действительно все проработали единственное что вас держит это ваша голова то есть ваши привычки то как вы привыкли мыслить то как вы привыкли видеть мир исправляйте исправляйте то что у вас есть в голове свои взгляды и тогда все окей тогда вы сможете двинуться дальше вот такая вот у нас с вами была первая позиция соберу карты и мы перейдем это был голубой камешек и мы с вами переходим позиции номер два и красненькому камешку двоечки для тех кто не слышал не слушала подводку я рекомендую послушать очень важно почему-то не такое ощущение что не все смотрят вступление и потом когда доходит допустим до 2 3 позиции и в комментариях потом сдают те вопросы которые приходится повторно отвечать поэтому послушайте вступление есть очень прекрасный способ слушать на более ускоренном формате хотя и так достаточно быстро говорю вот поставьте на скорость 125 либо на скорость 175 того чем быстро быстро прослушайте достаточно большой кусочек итак вопрос который нам задавала елена до предварительно сделали какие-то ну поработали над собой может быть прошли трансформацию до много чего изучили но все же вы не можете идти вперед до что-то сдерживает что-то тормозит давайте посмотрим во второй позиции что же за сдерживает что уже тормозит так королева мечей у нас здесь выпадает что же тормозит знаете вас тормозит ощущение времени ощущение того что нужно еще подождать до ощущение того что время не пришло то есть вот это вот какое-то вот ваше восприятие того что пока как будто бы у меня руки связаны да как будто бы пока я не знаю как мне действовать я нахожусь неком таком ступоре я не могу двигаться дальше это ваше внутреннее восприятие да но она связана с тем чтобы как будто бы сейчас еще не время на что вот нужно что-то подождать а чего вы ждете вы ждете знаете какой-то цели до направлении да вы себе поставили здесь вот тащение того что вот вы внутри внутри себя как будто ощутите то время когда нужно будет действовать да то есть вы ориентируетесь больше на внутреннее свое ощущение восприятия мира да как будто бы вот вы получите подсказку вам нужна как будто бы какая-то подсказка от вашей души от вашего состояния и здесь на самом деле двоечки так интересно обычно двойки у меня королевы кубков до водной а здесь у меня получается что двойки они выходят как ковичевые королевы и как жезловые то ли воздерживает вот этого знаете ваше восприятие что я еще допустим недостаточно сильно либо ощущение того что я еще но вот либо не могу поставить себя какую-то цель пока еще не могу определиться но вот здесь вот именно ваше восприятие да то как вы видите себя то есть будто вы себе говорите что я еще недостаточно хороша до что пока мне как-то вот тяжело есть какие-то факторы которые сдерживают то есть не на самом деле да то есть вопрос звучал что меня сдерживает либо тормозит не на самом деле а вот это именно ваше восприятие что у вас есть какие-то обязанности да у вас есть какие-то трудности сложности что пока вы не можете двигаться либо какие-то вот ваши отношения могут быть как-то влиять на вас то есть вот есть какие-то обязательства обязательства есть какие-то обязательства у кого-то эти обязательства могут быть связаны с финансовыми у кого-то эти обязательства могут связаны с работой у кого-то эти обязательства могут быть связаны с гражданским браком да то здесь как будто бы еще не хватает силы как будто бы не хватает знаете вот в вашего внутреннего ощущения того что вы готовы принять решение я говорю здесь вы как будто бы опираетесь знаете вот не то чтобы интуиция а вот то что я говорила ранее до яснознание вот вы иногда знаете что вот время пришло бывает такое ждете 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 потом одно утро просыпаетесь и понимаете все время пришло надо двигаться и вот вы начинаете быстро быстро бегать ну либо начинаете отключаетесь какое-то движение то есть до этого можете быть такими медленными до пассивными людьми а потом утром просыпаетесь и у вас есть вот это вот ощущение даже что-то вас включила что сдерживает или тормозит вот и ваше общение есть люди которые влияют как-то на вашу энергию как-то а знаете ваше окружение да те люди с которыми вы взаимодействуете может быть либо вы кому-то должны да здесь либо вам кто-то должен либо здесь у кого-то кто-то проходит обучение и ощущение того что вот я не могу пока двигаться вот не нужно завершить какое-то да то чего вы там что вы там изучаете для того чтобы но здесь как будто бы энергии не хватает понимаете недостаточно ощущение будто вы хоть и ждете от кого-то каких-то знаков символов да я же говорю вот это вот наши внутренние как бы его подсказка какой-то щелчок может быть вы еще даже и не определились куда вам нужно двигаться не знаете я вот сила на повторе кому-то может быть очень страшно знаете страшно то что то куда вы пойдете это включит вас некое такое знаете пробуждение вы как будто бы станете другим человеком и вот таким вы станете вы этого боитесь знаете как будто бы вы поймете какие-то вещи и вот это вот как проснувшийся человек до какой-то вот пробужденный и потом вот этими открытыми глазами посмотрите на свое прошлое да и вам будет неприятно как вот это вот ощущение да блин какой же я был дурак да какой же я был глупец почему вот вот всю свою жизнь я вот так провел здесь такое ощущение как будто вы боитесь пробудиться как будто бы вы боитесь вот убрать пелену с глаз на как будто бы она вас каким-то образом вот эти вот ваши иллюзии они вас защищают но типа я не знаю хорошо живет либо хорошо спит тот кто ничего не знает а меньше знаешь долго бы жить вот это вот из этой категории как будто бы придерживаетесь вот этим вот убеждением на вот вам как будто бы не быть пассивном состоянии более приятнее более комфортнее да то есть вы как-то изнутри можете управлять всеми процессами а тут вам придется как будто бы быть более активным понимаете то есть более решительным как-то действовать почему вы боитесь этого но вот вы боитесь движение вперед вы боитесь идти вперед и освещать свой собственный пути сразу выпадает карта страха это вызывает вас вот дикий такой дискомфорт стресс стресс и вам легче уйти вот в некую такую скуку когда нет никаких эмоций ничего все ровно все спокойно лучше я буду там понимаете вот активность для вас она не комфортная это не ваша природа вот вам легче в пойти вот какие-то внутренние поиски да где-то что-то поизучать где-то что-то почитать где-то что-то поразмышлять а вот так вот активно куда-то действовать нет здесь вот знаете даже не то что вот вы как будто бы полагаетесь на на фортуну до что вот вы как фаталист нет а вот до последнего будете ждать пока к вам не придет вон у пинками вас не вытащит то есть вы избегаете почему я хочу спросить вы не то вот ощущение что вы просто интроверт вам ваша природа быть каким-то не знаете вот серым кардиналом да не на публике а все что нужно сделать вы сделаете вот вы хороший исполнитель вы не лидер вам вам это не комфортно вам это не неприятно а здесь как раз таки получается то что вот вот это вот ваша интровертность она вас и сдерживает тормозит вот здесь вам нужно двигаться а вы идете вот сразу как будто бы в разрез себе да то есть я не лидер зачем никуда-то идти зачем я куда-то бежать это не я и вы этому активничать начнете двигаться то есть вы кому-то вы знаете ощущение что вот ваша жизнь полностью изменится на до и после вы боитесь вы боитесь что вас будут либо вы сами себя раните либо кто-то вас ранит то здесь вот там такое знаете ощущение что мир небезопасен и любое проявление себя я как выскочка меня за это накажет да мне от этого будет больно если вы будете двигаться вперед то здесь не вот именно самостоятельно выйдите вот и и своего вот этого вот внутреннего созерцания то вы это сможете сделать только тогда когда у вас будет какая-то поддержка вот для вас важна поддержка для вас важны и люди на которых вы можете опереться люди с которыми вы сможете пойти то есть самостоятельно вам это сделать сложно вам надо обязательно с кем-то партнер либо семья либо еще кто-то причем эти люди они должны быть доверенные вами лица не случайны тогда у вас дата да у вас будет как будто проводники тогда у вас будет любопытство да потому что вот какое-то вот воспоминание какого-то прошлого она вам не дает двигаться были какие-то наказания в прошлом за это но очень неудобные моменты вот у меня идет все равно ощущение что вы такой человек больше находящийся в тени вам там к так комфортно вы поэтому вот именно здесь вопрос комфорта потому что а действительно это не ваша природа активность не хочется спросить вот вы больше у меня такой знаете философский тип мечтательные романтичный да вы и человек который знаете может быть разочаровались в дружбе может быть разочаровались как-то в людях и вы закрываетесь от них а любое дальнейшее движение вперед вам так или иначе нужно будет выйти из своей тени а здесь карты везде показывают что вы находитесь в этой тени вы не хотите выходить на передовое знаете почему потому что вы тогда будете сталкиваться с людьми а они как ваши зеркала они вам будут показывать ваше отражение вы создали внутри себя свой мир в котором ну вам верится в котором комфортно удобно пускай не очень хорошо но там все ясно там все понятно и прозрачно стоит вам только как-то выйти во внешний мир взаимодействовать с людьми вы сталкиваетесь зеркалами и вы как будто по ощущаете свое несовершенство до что вот я здесь не могу поговорить с человеком здесь меня не понимают там еще что-то и вот вам легче быть в тени незаметны но какие-то вещи а вы их держите в 10 ощущения обид либо на себя либо на других вот вас прошло держит может быть кто-то прошлый партнер у кого-то вам надо как-то поверить себя а поверить себя стать более уверенны вы сможете только тогда вот когда поработаете со своим внутренним состоянием я не говорю что вам из мягкого нужно сразу прийти в какую-то жесткую то есть вы поэтому королева мечей и выпадаете то есть холодная женщина которая ранее была такая доверчивая мягкая а сейчас пошли ну не то чтобы в противоположность а вот закрылись и стали более такой вот холодный потому что понимаете что эмоции вам причиняют боль ваши эмоции причиняет вам больные другие люди а вы сами себе через эмоции я хочется все-таки быть такой самодостаточной жезловой хочется радоваться да вы как будто бы здесь полностью закрыли здесь очень много боли у вас очень много обиды и очень много предательств ну вот негативного какого-то опыта но нужно понять что этот опыт он вам нужен бы он должен был вас формировать сформировать как-то иначе а здесь видимо этого не случилось да здесь вы даже к себе бы намного критичнее относитесь чем люди вы все время ждете какого-то подвоха ждете какого-то предательства и я могу сказать что вы к себе намного жестче относитесь чем на самом деле люди к вам а как люди к вам относятся да вы знаете есть ощущение того что они как-то заняты своим вообще миром и им для вас на вас как-то фиолетово что у вас там происходит как происходит люди заняты как-то своими делами а многие наоборот даже считают что вы кладис это каком клад вклад иногда путаю слова до русский-греческий что вы клад что вы прекрасный и замечательный человек очень теплый которому можно доверять но вы как-то вот больше акцент делаете ну то есть это что я говорю да то чем мы наполнены а то что видят наши глаза чисто субъективно то они и оценивают ваши глаза они наполнены болью они наполнены какими-то не очень приятными воспоминаниями состояниями и и поэтому вам кажется что внешний мир он такой ну не очень приятный достаточно агрессивные по отношению к вам но это чисто субъективно стоит вам только проработать вот эти вот ваши страхи внутри и вы увидите мир другими глазами как люди будут тогда к вами ну то есть пойдете ли вы в будущее даст вы двинетесь ли вы вперед если вы проработаете вот эти вот свои страхи знаете у вас есть вот это вот убеждение что как-то вот это вот более она включает вас творчество вот она вам дает она как-то вот вас мотивирует вот эти вот все негативные эмоции они созданы вам для того чтобы как-то вас вдохновлять здесь получается что если вы вот это вот все проработаете тогда как будто бы у вас не будет источник на вдохновение на вдохновение тогда ну как вы дальше будете жить да то есть это вот ваша суть ваша природа и отказавшись от боли получается что вы не сможете творить что вы не сможете создавать то есть это вот как-то признание вашей гениальности что ли вот у вас здесь такое и стоит вам только отказаться от этих не очень приятных состояний как будто бы ваша жизнь она будет опустошенной до пройдет произойдет хорошо разрушение ощущение того что вы окажетесь голыми да то есть у вас ничего не будет то есть это единственное что у вас осталось это ваши эмоции то есть потом жизнь она будет спокойно невкусная какая-то вот не такая вот подумайте над этим почему вы выбрали именно вот эти вот эмоции до что в них такого ценного есть что они вам дают но вот эти вот эмоции они выбирают ваш путь да они определяют ваш путь на или вы можете управлять ими мы вы можете их вы можете контролировать с ними вам все понятно аж с какими-то другими либо вообще без эмоций ну то как вы себе видите а как вообще дальше жить то есть для вас это смысл жизни на данном этапе поэтому и ну это вас тормозит причем так интересно выборочно на выбираете не очень приятные эмоции ну то есть можно было бы разнообразить вы выбираете именно эти не именно более она вот эти вот трудности сложности вот эти вот то вот это вот вся драма она вас воодушевляет для вас этот смысл здесь ощущение того что знаете я я же я ощущаю это боль и вот вы как будто бы себе говорите вот смотри я тогда пожертвовал собой ради вот этого человека да и вот вы как будто бы себя уважаете за это на то что вы способны как-то жертвовать вы способны ну то есть как будто бы это вот для вас идеал ну знаете это очень напоминает по ощущениям да когда жены декабристов лишились до своего какого-то комфорта удобства и и пошла следовали за ними то есть и это вот как-то вот ценилась что смотрите какие они вот скромные они готовы отречься от вот этого вот богатства до изобилия ради любви то есть у вас как какие-то вот такие вот понятия вот то есть я от чего-то отказываюсь чем-то жертву и да но с моей точки зрения ну то есть ваши это неплохо а это наоборот показатель какой-то чистоты души что ли какой-то ценности то есть поэтому для вас это важно да как смысл я сейчас не осуждаю я просто хочу показать вам ваше внутреннее состояние а вы уже сами решайте что если это так то окей это так не я тот человек который будет вас критиковать на моя задача показать картинку всего лишь позиция номер три третий камешек третья позиция если вы не смотрели вступление посмотрите вступление вот чтобы не было потом в комментариях мне не приходилось объяснять то что я говорю обычно в начале каждого расклада если вы слушаете только свои позиции не слушайте вступление то мне в том приходится и в комментариях это все объяснять и так при условии что вы очень много над собой работали вы много что-то в себе изменили но есть вот это вот ощущение что вы не можете идти вперед что вас сдерживает либо что вас тормозит стабильность стабильность по четверке пендаклей вы хотите что-то сохранить сохранить какие-то какой-то былую славу сохранить какие-то образно опять таки да метафорично сохранить то что уже вроде бы как-то знаете в дефиците в недостатке но вот как-то меня знаете картинка здесь такая идет я развелась но хочу сохранить там хрусталь моей мамы да вот эти вот хрустальные вазы нафига они нужны ну вот как память до агулой роскоши вот что такое вот в память вы как будто бы хотите что-то сохранить держите то что когда-то для вас было ценным то что когда-то вы чего-то достигли а сейчас нет возможности это преувеличить приумножить вот и вы держитесь за то что уже может быть это какие-то знания которые где-то вы когда-то давно приобрели и вот вы из-за них держитесь потому что в них есть какая-то значимость для вас какая-то ценность скажу пятеркам что-то выпадает тройкам что здесь выпадает пятерка пентаклей обычно эта карта вот нищеты да причем нищеты не обязательно финансовая нашего душевного состояния то что вот как-то вот вы проходите кризис не как-то не можете договориться с кем вам нужно договориться с кем здесь идет конкуренция уход то есть нужно уйти от того что вы достигли то здесь по сути то мы уходим от императрицы и казалось бы императрица какая прекрасная карта но вам нужно уйти от нее и пойти в мир расширит намного больше свои возможности то есть казалось бы что может быть больше как архетипа императрицы до что является на самом деле вот неким таким изобилием но здесь видимо вы можете да здесь не можете расширить свои границы еще больше но пока есть у вас как вот кризис какой-то знаете вы держитесь за то что когда-то вкладывали это могут быть отношения это может быть работа это может быть что угодно и сейчас жаба замучила жалко жалко это оставлять время может быть ресурсы может быть да что угодно и вы за это держитесь а вам говорят что то за что вы держитесь это был ну как то вот старые какие-то ограничения да это не предел вам нужно выйти за рамки на вам нужно как-то вот расширить до расширить свой кругозор у вас должны появиться новые идеи но вы должны вдохновиться новыми идеями помогу здесь и маг и королева кубков маг это то человек который создает свой мир человек который может управлять этим миром человек который может решить любые финансовые задачи достаточно только захотеть вдохновиться у вас есть эти способности но здесь вот почему вот это все-таки не считаешь чем она связана она связана с тем что сейчас ну вот ничего не происходит вы как будто бы замерли в своем выборе да зависли здесь тройке не могут определиться да куда опять вы не можете определиться куда вам дальше двигаться куда вам дальше двигаться знаете либо вы то за что вы держитесь вы очень долго нарабатывали это да и вам сложно от этого оказаться отказаться и пойти дальше вот прям очень трудно да и жалко здесь видимо такой ценой вам это все достало что вы уже не хотите вы хотите остаться там где вы есть ну то есть принципе вас это все устраивает но карты показывают говорят о том что надо все таки двигаться дальше до надо двигаться дальше что вас сдерживает что вас тормозит это знаете здесь как будто вот вам и желание то нету да нету вот это вот игривости нет этой легкости вот у меня ощущение что нету желания как-то вот перепрыгнуть до выйти на другой уровень перешагнуть через себя на радости не хватает каких-то вот эмоций до внутренних возможно наполнение с говорю надежда на и выплана одежда я говорю здесь ощущение того что вот как будто бы вам это и не нужно вот вы достигли какого-то своего уровня и он вас пока удовлетворяет я не говорю что вы уперлись в потолок нет а вас пока ну то есть нету желания двигаться вы не понимаете нету смысла то есть вы не знаете для чего для чего мне двигаться дальше здесь ощущение что я и так уже много чего добился до много чего узнаю много чего изучил зачем мне вообще ну то есть на что мне надеяться до какую цели мне еще поставить выше а если я и ставлю цель то для чего для чего мне эта цель ну то есть и и тут сразу смысл теряется ну то есть вы не понимаете зачем а если вы не понимаете то вы двигаться не будете да конечно вот подвешенности активности вас и активности нет потому что вы зависаете а зависаете потому что не понимаете да здесь как будто бы нету идея жду ли нету какого-то вот вдохновения вы сейчас либо находитесь какой-то кризисной ситуации либо вас вы как будто бы опустошены что вас так опустошает то есть на самом деле нет каких-то причин до сдерживающие вас за исключением вас самих но у вас как будто бы сил нету сейчас нету сил нету стремления почему а потому что вы еще в трансформации вы еще пока проходите трансформацию до почти но она уже почти завершается но у кого-то она завершается у кого-то она совершилась и здесь как будто бы но вот вы только восстанавливаете за только восстанавливаетесь и поэтому но вы не хотите двигаться дальше то есть зачем зачем я только пошла трансформацию зачем мне опять дальше двигаться ну то есть нету понимание да нету понимание для чего двигаться дальше нету каких-то идей нету мысли нету мечтаний нету ну потому что все пока трудно потому что есть какие-то возможные обязанности да возможно опять же таки говорю вы только вышли из какой-то трансформации а возможно кто-то сейчас войдет в эту трансформацию и поэтому как-то вот двигаться кто-то из вас уже и и прорабатывает сейчас и увидел многое в себе и как-то знаете ну хочется некой такой передышки вот сейчас вам на самом деле нету ресурса вот вам хочется немножко отдохнуть вам хочется как-то наполниться а нужно ли вам вообще двигаться дальше вот у меня такой вопрос знаете здесь так интересно вы стоите на обрыве вот как в аркане шута да то есть вы стоите на обрыве и смотрите вниз и вы не понимаете ну то есть с чем не двигаться дальше да там обрыв там ничего нету нету меня дороги дальше нету у меня движение даешь говорю вы не понимаете вам хорошо вам хорошо там вот комфортно здесь такое ощущение что как будто бы кто-то из вас только дом приобрел кто-то какой-то вот комфорт уют и ну нет у вас пока еще желание вылетать из этого гнезда а вы как будто бы подглядываете на одним глазком смотрите в это будущее но пока она вас не впечатляет пока она вас пугает и да пока вы остаетесь вот при том что вы имеете поэтому воздерживают вы сами по причине того что ну пока вам еще не нужно да давайте так скажем потому что а что нужно да то есть что вам необходимо сейчас кроме того что я уже говорила да вот какой-то радости состояние но ты вода это маг вам сначала нужно определиться в каком мире вы хотите жить что кем вы хотите стать что вы хотите создавать что вы хотите творить до кем вы себя видите да вам сейчас нужно это все представлять размышлять над этим до фантазировать как-то может быть визуализировать причем воображать знаете какие-то результаты которых вы достигнете то есть прежде чем двигаться дальше куда-то вам это сначала нужно создать своей голове вам нужно сначала смоделировать свое будущее только после этого двигаться дальше вы не тот человек который будет двигаться либо вообще непонятно куда вслепую вам путь должен быть прорисован сначала в своей голове вам сначала нужно смоделировать на определиться понятие только после этого двигаться то есть это сам действие это самый последний этап да почему-то что пока вы будете упираться в то что вам пока это делать не нужно ну то есть вы будете сопротивляться любым переменам вы будете сопротивляться и вы пока находитесь в некой такой цикличности до на качелях катаетесь туда-сюда туда-сюда видимо вам пока это нужно да как-то вот выровняться до качели не в контексте того что одно и то же а в контексте того чтобы выровнять как-то сбалансировать самого себя видимо вот после тех трансформаций которые вы пришли до наполнится как-то на здесь нужно наполнится стремлением легкости не хватает легкости пока не хватает легкости для того чтобы совершить прорыв туда вот я же говорю пятерка пендакли она и показывает кризис в контексте ну нехватки ресурсов то есть пока ресурсов не хватает вот поэтому вы вы это понимаете и сидите пока вот в том состоянии в котором вы находитесь сейчас то есть вам пока двигаться не нужно вам нужно наполнять свои ресурсы как-то вот выравнивать себя вот потому что только что прошли видимо какие-то очень серьезные перемены поэтому дальше двигаться нету смысла вот такая вот у нас с вами была третья позиция я напоминаю что на следующей неделе будет пятничная акция можете заявки присылать заранее да кому интересен ответ на один вопрос бесплатно кто не участвовал приходите кто еще не подписан на мой инстаграм подписывайтесь надеюсь если все будет хорошо то на следующей неделе мы проведем эфир здесь в ю тубе я бы хотел чтобы вы подготовили вопросы которые у вас возникают после расклада да может быть вы хотите чтобы я вам ответила да что то вы не понимаете либо на что-то хотите посмотреть либо что-то хотите услышать ну какой-то вот мое мнение на какую-то информацию если вам интересно подготавливайте эти вопросы и на следующей неделе если все будет хорошо то я проведу эфир здесь на канале с огромным удовольствием с вами пообщаюсь и отвечу вам на ваши вопросы а я с вами прощаюсь до новой недели всем пока пока и прекрасных выходных